МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удары кулаками 20% движений, 80% ногами. Все движения идут из области пояса. К этому добавляются удары в положении на корточках. Удары ногами наносятся молниеносно. Верхнюю часть туловища и поэтому всегда застают соперника врасплох. Нунчаками жонглируют быстро и сильно, чтобы было невозможно уловить их движение. Уникальный стиль кунг-фу, Тюе Чен Дао, в свое время заявил большую популярность на Западе. Говоря об этом, нельзя не упомянуть имени его основателя, Брюс Соли. В своей легендарной жизни, которая продолжала всего 32 года, он снялся в 4,5 фильмах о кунг-фу, которые покорили Голливуд. Неподражаемый и неповторимый стиль кунг-фу со своей уникальной философией сделали Брюс Соли восточной легендой. Сам Ли стал кумиром для тысяч поклонников боевого искусства, а его имя стало олицетворением боевого искусства в Китае. 27 ноября 1940 года в больнице Донхуа, города Сан-Франциско, у известного оперного певца Ли Хай Чуан родился второй сын. Ли Хай Чуан дал сыну китайское имя Ли Джен Фан, а английское Брюс Ли. На следующий год Ли Хай Чуан и его жена вместе с ребенком вернулись в Гонконг. По китайскому лунному календарю Ли Джен Фан родился и в год дракона, и в час дракона. Ян Бу Йон, карикатурист, дал Брюсу сценическое имя Ли Сяо Лун, что означает «Ли – маленький дракон». В сентябре 1946 года Брюс Ли поступает в школу Ля Саль в Гонконге. Первая роль в фильме «Рождение человечества», а потом съемки в более чем 20 фильмах. Брюс Ли рос умным мальчиком, любил сниматься в кино, но не любил школу. Часто опаздывал на уроки, не соблюдал дисциплину в школе, но в свободное время он много читал. Плохое поведение и нехорошие отметки в школе заставили его родителей несколько раз менять место учебы. В конце концов, он кое-как закончил среднюю школу. Он очень любил разыгрывать и подшучивать над окружающими. Даже члены его семьи не избежали этого. Озорной и энергичный мальчик нередко был инициатором уличных драк. Всю свою избыточную энергию он решил направить на танцевальные занятия. И в возрасте 14 лет он выиграл чемпионат Гонконга по танцу Ча-Ча-Ча. Субтитры создавал DimaTorzok Брюс Ли рос. Постепенно он стал одним из тех хулиганов в районе Цзю-Лун, которых знали все в Гонконге. Его родители уже были не в силах контролировать своего непослушного сына. Отец Брюссали, Ле Хай Чуан, стал учить сына гимнастики Тхай Ти, для которой характерны медленные и спокойные движения. Но это результатов не дало. Мальчик по-прежнему учинял уличные драки и бил мальчишек старше себя. Когда Брюсу Ли было 13 лет, он повстречался со своим первым реальным соперником. Это был мальчик, который был ниже и худее, чем Брюс Ли. По внешнему виду можно было сказать, что мальчик плохо питается. Как только они начали драку, этот худой мальчик так стремительно и ловко атаковал Брюса, что Брюс неожиданно для себя оказался на земле. Брюс моментально поднялся на ноги и без всяких угрожающих жестов опять бросился с кулаками на противника, желая отомстить ему. Но его соперник очень умело уворачивался от его ударов. Мальчик вновь нанес всего лишь единственный удар кулаком, и Брюс отлетел к стене. После этого поражения Брюс Ли понял, что навыки, которыми он овладел, снимаясь в кино, непригодны для самозащиты. Хотя его движения были впечатляющими, но они были бесполезны в реальной борьбе. Брюс решил всерьез заняться боевыми искусствами. Через некоторое время Брюс научился набору приемов у мастера кунг-фу, который он взамен обучал танцу ча-ча-ча. Он был родом из города Фошан, провинции Гуандон. В 40-х годах в Гонконге он создал школу боевого искусства стиля Юан Чхуэн. Это стиль кунг-фу юга Китая. Йе Вэн не принимал в ученика любого. Он слышал о плохой репутации в Бюрис-Али. Но, чтобы не портить отношения со своим другом, он сделал исключение и согласился взять мальчика. Йе Вэн был хорошим учителем. Не запрещал им изучать другие стили кунг-фу. Поэтому Брюс-Ли продолжал сниматься в кино и обучался различным стилям кунг-фу. Все это и заложило крепкую основу для разработки своего собственного стиля кунг-фу Тиэ Чуэн Тао. Кроме съемок в кино, Брюс-Ли нигде не работал. Брюс-Ли продолжал провоцировать драки на улицах Гонконга, во время которых он использовал навыки Йон Чуэн. И не останавливался до тех пор, пока лицо соперника не покрывалось синяками. Брюс приобрел репутацию любителя уличных драк. Людей, которых он обидел, становилось все больше и больше. Его родители начали сильно беспокоиться за него. К этому времени Брюс-Ли было почти 18 лет. И во избежание больших неприятностей, Ли Хай Чуэн решил отправить сына в Соединенные Штаты Америки. В США Брюс-Ли изменился до неузнаваемости. Он больше не прогуливал уроки, как делал это в Гонконге. Учился добросовестно и прилежно. Он одновременно обучался в разных школах. Сан-Франциско и Сиэтли. Был учителем Ча-Ча-Ча. Подрабатывал в ресторанах и даже открыл школу боевого искусства. Брюс-Ли создал школу боевого искусства в Сиэтли. Не только для того, чтобы зарабатывать на жизни. Он хотел создать свой стиль кунг-фу. И назвал этот новый стиль кунг-фу Че-Чэн-Тао. Продолжение следует... Продолжение следует... Брюс Ли везде и всегда говорил о преимуществах стиля Тюья Чендау. И резко критиковал отрицательные стороны других стилей кунг-фу. Это все вызвало большое недовольство японского мастера Ямамото, местного мастера боевых искусств. И он вызвал Брюса Ли на поединок. Результат поединка оказался плачевным для Ямамото. Прошло только 11 секунд после начала боя с Брюсом Ли, а Ямамото уже не мог стоять на ногах. Ямамото – студент другого университета, известный японский каратист, обладатель черного пояса третьего дана. Такая легкая победа над ним стала лучшей рекламой для школы Тюья Чендау. Вскоре все больше и больше учеников стали приходить в школу кунг-фу Брюса Ли. После победы в этом поединке Брюс Ли на входе своей школы повесил доску с надписью «Тюья Чендау». Будучи подростком, Брюс обучался стилю Юн Чхун у мастера Эавена. В чем сходство и чем отличаются друг от друга эти два стиля? Весье последний момент. В эген относительно В этом периоде, в это время, это неизбежна. В последней тогда, он не может быть таким образом, но в последующем разуме Инновательно, в этой погрете-у, это будет просто небольшое количество военного направления. Он не уничтожен, а только один простой технологии Он может действовать防御,攻击, сфотографированный эффект Воскресенье 1961 года Брюс Ли поступил на факультет философии Университета штата Вашингтон Он арендовал участок земли на автостоянке Возле учебного корпуса университета для своей школы кунг-фу Мы знаем, философия эта для мыслителей И казалось бы, несовместима с озорным и подвижным характером Брюс Ли Но все, кто его хорошо знал, видели в его натуре И чрезвычайную активность, и крайнюю умиротворенность Его активность реализовалась в кунг-фу А спокойствие и умиротворенность вышли на философию Возвращение кунг-фу Возвращение кунг-фу Брюс Ли очаровали китайские мыслители Лао Цзы и Джоан Цзы, немецкий нитши и французский философ Сартр. Когда он был студентом, в его коллекции было несколько тысяч книг. Он прочел много философских книг по даосизму и потратил немало времени для изучения буддизма. Он даже выражал свои философские идеи с помощью картин. Из даосских учений Брюс Ли узнал о том, какими были в древнем Китае понятия верности, преданности, терпимости по отношению к окружающим. Философии Нитши и Сартра оказались созвучны его воинственному и вольно-любимому характеру. В своем стиле Тюэ Чиэн Дао Брюс Ли сочетал и восточную, и западную философии. Важной концепции его философии была идея подражания в воде. Ли Халлун说,最柔软的东西是不怕击打的. Мы中国古语,也有一句话,叫做, 何柔似水,然水魔石消. 世界上没有比水更柔软的东西, 但是水的魔石可以达到水滴石穿. 因此, Ли Халлун主张,每一个武术家都应该具有水的特性. 所以,他有一段很经典的哲言, 是这样说的。 应该清空你的思想, 无形无视,像水一样。 你把水倒进杯子里, 它就成为杯子的形状。 你把水倒进瓶子里, 它就成为瓶子的形状。 你把水倒进茶壶里, 水又变成茶壶的形状。 水时刻流动着, 它可以静静地流湯, 也可以奔腾冲击。 因此,像水一样吧,我的朋友。 并 shifted. 在予月中, 1964段ше, 采完略 jenic至 Happy Китайских мастеров боевого искусства Они предупредили его Что он не должен нарушать Действующие в сообществе кунг-фу Древние правила Брюс Ли не боялся Никаких угроз Но внес соответствующие поправки В учебные программы своей школы Однако мастер кунг-фу Хуан Из Сан-Франциско был недоволен тем Что Брюс Ли преподает боевое искусство Китая иностранцев И вызвал Брюса Ли на бой В письменном вызове Мастер Хуан выделил такое условие Что если Брюс Ли Проигрывает в поединке То он должен закрыть свою школу И прекратить обучать иностранцев Китайскому боевому искусству Местом для поединка был выбран Заброшенный склад Мастер Хуан Практиковал разные стили кунг-фу Используя преимущества каждого из них В бою он был подвижен И применял разные тактики Брюс Ли еще не успел довести свой стиль до совершенства Поэтому он решил использовать стиль Юн Чхун Мастер Хуан использовал быстрые жесткие удары кулаками Поэтому в начале боя Брюс Ли немного проигрывал Но через три минуты после начала этого поединка Брюс Ли вдруг громко крикнул И затем начал стремительную атаку Мастер Хуан вынужден был отступить назад Так как на него обрушилась очередная волна мощных ударов со стороны Брюса После сильного удара ногой Брюс Ли мастер Хуан отлетел в сторону и сильно ударился на землю И когда он поднялся на ноги То был встречен очередной серией ударов Брюс Ли снова упал на землю и был вынужден признать свое поражение Хотя Брюс Ли и выиграл поединок Но он был недоволен своей техникой Он понял, что стиль Юн Чхун, который он использовал, был слишком медленным Поэтому поединок делился слишком долго Побеждать соперника нужно за считанные секунды После этого боя Брюс Ли уделил значительное внимание улучшению Тюе Чен Дао Он ускорил время атаки, не обращал никакого внимания на оборону Решительно и быстро атаковал противника До победы за очень короткое время Продолжение следует... Брюс Ли разработал более действительную технику в стиле Дюймовый удар является уникальной техникой стиля Юн Чхун Для осуществления внезапных ударов Удар может быть нанесен кулаком с дистанции всего несколько дюймов И даже в один дюйм от цели Дюймовый удар, использованный Тюе Чен Дао Сохранил плюсы дюймового удара стиля Юн Чхун Но и включил в себя ключевые моменты других техник Нэй Дзя Брюс Ли говорил Чем быстрее вы сможете выиграть поединок Тем безопаснее для вас Для наибольшей эффективности Необходимо использовать простые, но эффективные навыки И наносить прямые удары Дюймовый удар Тюе Чен Дао Как раз соответствует этим требованиям Новость о том, что Брюс Ли выиграл у мастера Хуан Быстро распространилась среди американцев китайского происхождения Но вне этого круга имя Брюс Ли было еще мало известно Брюс Ли решил совершить турне по Америке С показательными выступлениями Тюе Чен Дао Но к сожалению, большинство зрителей были азиаты Проживающие в Америке И его выступление смотрело мало американцев Один знакомый сказал Брюс Ли У тебя прекрасное кунг-фу Почему бы тебе не продемонстрировать свои возможности На панамериканском турнире по карате В то время японское карате Являлось популярным стилем восточного боевого искусства США Тогда в Америке проводились национальные турниры по карате Но не было соревнований по китайским боевым искусствам Это было связано с крайним консерватизмом китайских мастеров Они не хотели обучать иностранцев Брюс Ли без малейшего колебания Прервал свои показательные турне И поехал в Калифорнию для участия в национальном турнире по карате Наиболее сильным участником турнира был Чак Норрис Американец, который выигрывал панамериканский турнир по карате Три раза В этом турнире, как все полагали, он имел наибольшие шансы на победу Брюс Ли очень легко дошел до финала Где его соперником стал Чак Норрис Хотя Брюс Ли сражался в соответствии с правилами карате Но он смело использовал технику Норрис, который никогда не сталкивался с такой техникой, был побежден Китайская пословица гласит Они бы никогда не знали друг друга Если бы они не воевали друг против друга Вскоре Норрис и Ли стали друзьями И потом они вместе снимались в фильме «Путь дракона» В фильме Брюс Ли использовал технику воздушного удара ногами Говорят, что он научился этому у Норриса В фильме Брюс Ли Äacji В 1964 году, Моргий и Лёдов в Москве Shore отценили к его fedелой. Моргий и Лёдов в Москве тренирует свой проект. Этот воздушный удар ногами Брюссали по-прежнему популярен и в нынешнем поколении практиков Тюья Чэндао. Чем дольше Брюссали находился в США, тем больше он чувствовал предвзятые отношения американцев к китайцам. Он понял, что американцы в основном получали представления о Китае из фильмов, снятых европейцами, которые неверно представляли Китай, показывали лишь невежество и отсталость. Он решил сделать фильм, который сможет показать истинный облик китайского народа. Брюссали начал сниматься в ряде фильмов о кунг-фу Китая. Среди них были фильмы «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Самый известный выход дракона». Эти фильмы имели небывалый успех, стали невероятно популярными. Они буквально перевернули представление Запада о Китае, вызвали у европейцев большое уважение к кунг-фу. Трюки Брюссали в этих фильмах, как три удара ногой Ли, бой с кувырками, с тунчаками, вызвали истинное восхищение у западных зрителей. В 1973 году на пике своей карьеры Брюссали готовился к съемке своего пятого фильма кунг-фу «Игра смерти». По фильму есть текст с изречением древних буддийских канонов «Жизнь – это процесс ожидания смерти». Но никто и не мог себе представить, что в ходе съемок этого фильма со зловещим названием «Игра смерти» Брюссали умрет. Брюссали скоропостижно скончался 20 июля 1973 года в Гонконге. Есть много версий о причине его смерти. Брюссали, чья жизнь была легендой, завершил свою легенду тайной, которая, возможно, никогда и не будет раскрыта. Брюссали прожил всего 32 года. Снялся в четырех с половиной фильмах о кунг-фу. Жизнь его была короткая, но сверкающей, как жизнь падающей звезды. Но до сих пор его помнят и чтут. Брюссали стал первой кинозвездой Китая в Голливуде. Его фильмы «Кунг-фу» стали новые категории фильмов, поражающих воображение зрителей. До сих пор Брюссали изображается на рекламных плакатах многих кунг-фу фильмов. В 1980 году, после показа в Китае кунг-фу фильмов Брюса Ли, поклонники этого стиля занялись более глубоким изучением как самого Тюэ Чэн Дао, так и творчеством Брюса Ли. Шит Хэн Лун внешне очень похож на Брюссали. Он актер и режиссер кунг-фу фильмов. Они вместе с Хао Ганом, директор международного центра Тюэ Чэн Дао, занимаются распространением и развитием Тюэ Чэн Дао в Китае. Шит Хэн Лун из семьи, где из поколения в поколение практиковали боевые искусства. В возрасте 13 лет он стал тренером кунг-фу. В 1989 году он создал первый в мире учебный центр Тюэ Чэн Дао в городе Цинхуан Дао, провинции Хао Бэ. Более 100 тысяч человек прошли обучение в этом центре. После смерти Брюса Ли прошло более 30 лет. Тюэ Чэн Дао популярен во всем мире. Растет число молодых людей, интересующихся этим стилем кунг-фу. Открываются новые школы и центры по Тюэ Чэн Дао. Все это является продолжением дела Брюса Ли и содействует развитию Тюэ Чэн Дао и других видов китайского кунг-фу во всем мире. Продолжение следует...